ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А давайте на ней костер разведем корейку. Ха, не взорвалось! Слушай, он горел. Расплавленный, видишь, голова как-то разбитая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как-то вот так спать хочет. Всем привет! У нас доброе утро. Мы уже практически все проснулись. Лагерь потихоньку собирается. У нас вчера была запланирована на утро рыбалка. Собственно говоря, она сейчас и состоится. Пойдемте. Доброе утро, народ! Вы завтракайте, Владимир Васильевич. Я пока еще не знаю, что я буду делать. Хотя просто потусуюсь. Вот такое, ребят, у нас доброе утро. Одна машина разбила лобовое. Вот такие красивые они теперь ездят. А все почему? Потому что ударили бампер где-то об дерево. Не посмотрели, не обратили на это внимание. И после этого уже следующее дерево ударило в рамку. Потому что бампер уже подогнут. И все. Но мы-то тоже разбили себе стекваты. Смотрите, какую красоту мы себе сделали. Даже финтры у нас не спас. У нас бампер целый. У нас пришелся удар снизу. Наехали на какое-то дерево. И снизу веткой по открытому стеклу произошел удар. От этого стекло тоже раскололось. Да, ребятки, вот мы вчера проломились. Загнули крыло чуть-чуть. Загнули крыло. Поломали стекло. Дорога была интересной. Хорошо задрали. Так, предлагаю попробовать лед, так сказать, на толщину на его. Проверить, будет он нас держать, не будет он нас держать. На лед никто еще не выходил. Я, как обычно, вытянул самую короткую спичку. Поэтому на лед выходить первому мне. Ребят, при выходе на первый лед очень важно правильно одеться. Вот у меня сейчас правильная одежда. Это костюм-поплавок, который не даст вам уйти под лед. Если вы даже провалитесь. А Михаил безопасности у нас пренебрегает. И не одел поплавок. Поплавки от компании Граф выгодно отличаются от других. Они не дубеют, они не сковывают движение ваше. У нас были разные поплавки. Но вот мы остановились на Графовске. Кстати, по ссылочке, ссылочка есть в описании, можно приобрести себе поплавок или другую рыболовную одежду компании Граф со скидочкой по промокоду Герасим Шер. Так, кашеварим вовсю. Все виды газа используются. Все замерзло нафиг. Газ надо вездеход забирать на ночь. Вот он. Ну ничего, вроде держит. Посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь? У нас здесь все отлично. Льда толщина сантиметров, наверное. Ну-то, боюсь этого слова. 15, наверное. То есть, Шерпа должен выдержать. Не бойся, Костя, выходи, лед держит. Хорошо, лед толстый. У нас нежданно-негаданно состоялся замечательный завтрак. Благодаря усиленности двух экипажей. Я прошу заметить. К сожалению, в этот раз мы в этом не участвовали. А может, и к счастью, к радости. Раз встали, уже завтрак. В конце концов. Здорово. Я еще так вот, да? В походе тебя покормят. Не надо это. Да. Так, ладно, народ, все будем завтракать. К сожалению, завтрак закончился так быстро, что я даже кнопку на камере не успел нажать. Просто как вспышка. Сейчас будет вторая порция. Вторая вспышка. Да. Давайте посмотрим, что тут у нас с рыбаками. Ну, где рыба-то? Есть, а. Поймал окушка. Окушка поймали, да? Да, поймал окушка. А вот окун тут есть. Кой, смотри. Видишь? Давай я пробурю сейчас тебе рядом луночку. Садись. Или вот на эту вот лунку садись. Сейчас мы с тобой же садись натягаем. Ура! Значит у нас будет рыбкой покрупней. Первые лунки в этом году. Ну-ка, сейчас мы поймаем рыбу-то. Мишка задумал что-то стратегическое. Так, ну что. На мотылей, на опарышей ловиться не хочет. Будем добывать окуня на червяка. Благо Герасим Васильевича заботился об этом и купил целый пакет нам всяких разных рыбьих вкусняшек. Средиход у нас работает. Заряжает нам аккумуляторы. Сейчас буквально минут, наверное... Я так думаю, минут, наверное, 30-40 и все, заряжено будет. Можно еще сутки простоять. Не заводя машину. Ну вон идет добытчик. Целого окуня нам поймал. Да, у нас пить. А я показал. Я показал, что вот кукур жирного окуня. Грамм, я думаю, 30. Давай, давай, лоди. Настоящих, серьезных 30 грамм. Нагулиный, да? А это вот серьезная заявка на победу вообще в этом соревновании. Был самый главный звонок. Сказали, что готова еда. Яичница, ребят, не успевает. Жарится, замерзает. Корочка льда образуется сверху. Переворачиваем постоянно. Так, ну что ж, мы решили покинуть место нашего лова. Потому как лова тут нету. Поедем мы лову искать в другое место. Ну все, рыбалки нет. Здесь ничего не ловится у нас. Будем переезжать, собираться и отправить переезд. Рыбу надловить там, где рыба есть. Так, а у нас тем временем назрел кувалда-монтажечный ремонт. Надо сказать, кузовные работы. Так, я думаю, что здесь так просто все это дело не отогнуть. Ну, ребят, мусор сжигаем. Такой остался, такой можно сжечь. Все сжигаем. Че, не сжечь, что с собой забираем. Ну вот, ребят, встретили подписчика Дмитрия. Да. Вот так вот на болоте увиделись. На снегоходе он приехал. Товарищи, я у вас такой планет вообще. Здорово, Мишаня. Блин, знаешь, даже не знаю, что посоветовать. Да он везде вот такой маленький. Так вот хоть такой. А вот здесь не ловится вообще. Мы одного поймали здесь. Самый час. Вот я, конечно, попробую вот там вот. На краю. Вот так, ребят. Все, Дима поехал. Снегоход вон у него. В общем, познакомились еще с одним человеком на Аршистском фу. Все, счастливо. Я несу людям счастье. Народ, мы собираемся, короче. Смотрите, у нас все превратилось из распределенного в сосредоточенное состояние. Вот. Будет сейчас взрыв мозга, поэтому. Знаешь, ну вездеход все помещается. И кажется, вездеход можно положить еще столько же. Так. И не прошло 5-10 минут, как все чудесным образом уложилось на свои места. В хаотичном порядке. Все, ребята, поехали. Мы поехали, наконец-то. Переезжаем на озеро Великое. И пока мы двигаемся к озеру Великому, я хотел бы рассказать несколько моментов для тех, кто едет в болото на вездеходах. Все взятое из личного опыта и не претендует на истину. Итак, если вы выбрались на болото двумя или более вездеходами, неважно какими, постарайтесь проходить сложные участки болота по очереди. Многих по неопытности губит то, что увидев один севший вездеход, они красуясь, начинают исполнять вокруг него пируэты. И засев сами на расстоянии 50 метров друг от друга, уже не имеют возможности выехать, зацепившись лебедкой друг за друга. Дождитесь, когда первый вездеход пройдет засадное место и только после этого двигайтесь, желательно по непрокатанной уже колее. Она уже продавлена и вряд ли будет вас держать. Если вездеход не проехал, то помогите ему подтянуть назад. Для этого используйте динамическую стропу. Старайтесь не тянуть на задней передаче, она всегда слабее, нежели передняя. Чуть позже мы продолжим разговор об болото. Да, держи. Опа, поплыл. Поплыл ледок, видишь? Скажи им, пожалуйста, чтобы аккуратно ехали. Могут провалиться. Ребята, пишите в комментариях, чей это след. Больно здорово. Смотрите, рука моя, ну не маленькая рука. И вот след, смотрите, какой. Медвежонок. Может медвежонок, да. Вот, кстати, да, вот, Топтыгин, скорее всего, вот. Вот лапка его. Ну, причем свежий след, посмотри, совсем. Вот следы тоже. Это волчара, скорее всего, какой-нибудь. Лед еле держит, хрустит там прямо вот. Может волчара. Нам сейчас через озеро. Опа, стопа, мы провалились. Пусть лед под нами. Продолжение следует... 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 Вот надо Шерпу останавливаться, мазать цепи. А нам мазать цепи не надо, потому что у нас трансмиссия, уже цепь в масляной ванне плавает. Сейчас проходит вот последнее испытание, и можно будет уже приобретать такой комплект. Это усиленная коробка, усиленный вал на коробке. Цепь в масляной ванне плавает. Это комплект от Жуков гаража. По промокоду можно приобрести Герасим Шерп. Можете звонить, уже делать какой-то предзаказ, потому что будет заказов, я думаю, много на эту вещь. Потому что она совершенно дружелюбным делает техническую сторону вездехода. Мы забыли, что такое мазать цепь. Так, а я приглашаю всех желающих прогуляться по крыше господина Шерпа. Так сказать, обозреть окружающие нас просторы с высоты метров, наверное, шести, да? Ну, не вернусь. Я стараюсь. Но они не знают, что здесь дорога. Не видно. Сейчас на багажнике у нас покатается. Ведет себя плохо, поэтому будем на багажнике везти. Сел! Ведет себя плохо, поэтому я не знаю. Надо сказать, что здесь достаточно сильно трясет. Повторяйте. Отцепите мои руки. Я немного помял багажник. А, Мишаня упал! Слушай, трясет, конечно. Трясет? Да. Трясет, и так вот, если бы ты чуть быстрее ехал, я бы не удержал. Да? Я, видишь, ногу засуну. Выломала Мишки ногу. Ах, 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 ах. Ребята, скажу вам, это было страшно. Когда оба оператора снимают, и нифига не смотрят на работу. На работу. На дорогу. Хороший из торцятичек. При проходе глубоких рвов не ныряйте толпой. Иначе есть риск встать там всем. Вы лишаете себя возможности выехать назад. Всегда следите за топливом. Заправка топлива в болоте не очень удачное развлечение. Иногда можно встрять так, как мы на Кольском, и заправлять машину из канистр в колесах, вообще не касаясь земли. Кстати, там же мы и застряли двумя вездеходами без возможности помочь друг другу. И только чудом вылезли из коварных кольских болот. Учитесь читать болото. Присели один раз, посмотрите, а что за травка растет на этом месте. Какого оно цвета, чем отличается от остальных мест. Со временем вы будете безошибочно рисовать карту болота перед вездеходом и избегать засад. Спасибо за то, что прослушали наш маленький ликбез. Для более расширенного обучения мы предлагаем вам пройти начальный курс вездеходного вождения. Это поможет вам понять, какой вездеход нужен именно вам под ваши задачи. Кстати, уже 23 января, в воскресенье, такой курс можно будет пройти на двух вездеходах сразу. Это будет вездеход Шерп и вездеход Бигба. Вы сможете проехать в составе опытного водителя по различным препятствиям и оценить возможность двух вездеходах одновременно, как говорится, не отходя от кассы на горячую руку. Базовый курс платный. Справки по WhatsApp и телефону. Телефон указан на экранах и в описании к этому видео. Красиво докопается, да? Итак, господа, мы приехали на предполагаемое место нашего сегодняшнего лова. Везде празднично трещит лед. Так сказать, озеро великое нас приветствует. Просторы, конечно, потрясающие. Камера этого не передает, но вот в ту сторону километров, наверное, ну вот 4-6. Да, слышу. Красиво. Ребят, мы сейчас подумали, что если сейчас не поймаем рыбу, то будем жарить семгу. Так что никто рыбачить не хочет, я смотрю, вообще. О, класс. Смайлик какой сделал. Погода бомба прямо. Как на заказ. Ни ветерка, ничего. Морозец. Да? Хорошо. А? Гурлюков, белый петлюточку. Да, 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 да. Мюбопок неудоб. Хорошо сказал, да? Костюх, ты монстр у меня, на самом деле. Не знаю, с чего начать теперь, как делать тебе удочки. Я таких инициатив, ну, вообще не супротив. Может быть, чуть-чуть и против, но уж точно не против. Рыба любит червяков. И я ее сейчас поймаю. Так, берем чурик, а? Вот так вот. Сначала надо выяснить, мальчик это или девочка. Для того, чтобы выяснить, мальчик или девочка червяк, надо его пропустить между зубов. Если он проскочил, значит, это девочка. А если он застрял у вас в зубах червяк, то значит, это мальчик. Что, тебе нравится с папкой путешествовать так? Да? Классно. Молодцы вы. Мы тоже скоро гер-гер-ча будем с собой брать. Эх, ребят, пробуем-пробуем ловить. Ничего у нас не ловится. Поймали одного ерша. Поедем, Мишанька. Я поймал семгу на полтора кило. Сейчас мы ее будем жарить. А у ребят курица клюнула. В вакуумной упаковке. Я тут фигню занимаюсь. Ну, а ты тут какую-то рыбу ловишь. Видишь, у него удочка самоловная какая. Смотри, сама, видишь, там, дын-дын-дын-дын-дын, что-то делает. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, что, рыбалка была у нас беглой, соль мы не нахлебались. Поедем мы на берег соль хлебать. Точнее говоря, у Василича семга клюнул, там какая-то большая. Там он семга, курица, котлеты клюнули. А, подожди сейчас. ПОДОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, ПОДОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...